Игры пяти животных Мы хотим понять, что же делают эти упражнения и почему они имитируют животных. Люди были изолированы от природы в течение долгого времени. А когда мы изолированы от природы, мы теряем ощущение природы, теряем контакт с природой. По этой причине люди не знают, как защитить себя и как поддерживать свое здоровье. В то же самое время, животные остаются дикими и остаются в контакте с природой. Они знают, как двигать их тела, используя правильные движения, чтобы жить долго. Я верю, что люди в древности обладали такими же способностями. Постепенно мы потеряли их. В древние времена люди поняли, что для поддержания здоровья можно имитировать движения животных. Мы имитируем животных, потому что мы животные. От них мы можем почерпнуть то, что мы потеряли, что мы забыли. Самые ранние записи относятся к Джон Цзю. Джон Цзю был очень известным даосом. Он жил примерно за 300 лет до нашей эры. Именно Джон Цзю принадлежит фраза Цуй Хоу Ху Си. Он говорил о дыхании. Когда вы дуете, вы выдыхаете. Ху Си — это выдох. Сьон дзинь няо шэнь. Сьон — это означает «медведь». Он говорит о естественных привычках медведя. Например, вот такое выгибание таза и движение из стороны в сторону. Няо шэнь означает «птица старается вытянуть свою шею». Вот эти вещи, вэйшоу эр и, означает, что они хотят продлить свою жизнь. То есть Джон Цзю говорит о том, что у животных есть эта способность улучшать ток энергии в своих телах. Си Дао Инь — дальше речь идет о Дао Инь. Дао Инь была известна уже с того времени. Многие люди еще и сейчас называют Цигун Дао Инь. Это слово происходит из одного предложения в Джон Цзю. В термине Дао Инь — Дао означает «вести и приводить», а Инь — значит «руководить, управлять». Вести и управлять Цзю. Люди стали использовать эти техники, чтобы вести и управлять Цзю. Чтобы питать их тела, как Пэн Цзю. Пэн Цзю был очень известной личностью в китайском обществе. Он является частью легенд, которые невозможно проверить. Во имя его жизни относится к китайской истории периода династии Яо.